Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это последний выпуск этого сезона Беременна в 16. Поддержите это видео лайком. Так. Привет, меня зовут Настя. Мне 16 лет, я из города Волгодонска. Несмотря на мою милую внешность, характер у меня боевой. Все всегда должно быть помо... Милая внешность? Ну ладно. Могу переборщить со своими эмоциями. Могу оскорбить человека за дети. Не привыкла просить прощения первое. Гордая сильно. Я с трудом закончила 9 классов. Учиться никогда не... То есть извиняться не умеет. Я в школу чисто приходила, вернусь, чтобы показать свои новые шмотки, а потом они уже становились немодные. Я уже чисто приходила в школу чисто за углом покурить. Так, слушайте, мне это уже баба не нравится, честно. Вот знаете, Чент делает своим этим экстрасенсорным моментом вот это вот уже что-то баба какая-то с гнильцой. Аля, я такая-сякая. Я в школу не ходила. Я приходила в школу, чтобы показать свои модные шмотки. Вот это вот все начинает нагнетать то, что какая-то баба... И просто уже отсидеть эти тупые уроки. Тупые уроки, я понял. Кстати, у меня одни тройки. Но это не помешало мне после 9 класса свалить учиться в технику. На вполне себе нормальную и напряженную профессию. Поваром, да? Продавец, кальцентант, кассир. Сидишь себе за кассой, подаешь покупки и получаешь 30 тысяч в месяц. А для того, чтобы быть продавцом, кальцентантом, еще нужно проходить какое-то обучение? Я когда хожу в Ашан, там в основном очень много сидит бабушек. Бедная, аж бутылка упала. И я не думаю, что у многих бабушек есть там какое-то образование продавца-кассира. Где бы ты ни был, любимый спорт всегда с тобой. Интеллектуальный. Быстрый. Выигрышный. Покер-матч. Это твой спорт. Живой я в частном доме. С мамой. Ее зовут Таня и отчимом Сережей. И еще двумя младшими братьями. Илье 4, а Ване 8. Оба отточены. И мама большую часть времени проводит с ними. А детки, смотрю, кушать любят. И думал, кушать, Алиса. Мам, вы что, не горячие? Блинчики с мясом. Я сейчас сметану-то дам себе сметану. Мама работает на дому. У нее небольшой логистический бизнес. Занимается перевозкой товаров. А отчим постоянно в командировках. Он инженер контроля, проверяет работу станции, которые вырабатывают электроэнергию из ветра. Мама с ним уже больше 10 лет вместе. И счастлива. Сергей правильный, справедливый. У него все должно быть по полочкам разложено. Родился, выучился, женился, дети. Все как положено, по ступенькам. Мама чувствует себя с отчимом, как за каменной стеной. Протирает его, знаете, как икону, блядь, святого. А не так, как было с моим родным отцом. Они разверлись, когда мне было 2 года. Ругались, дрались, нервотрепка постоянно. Все это было агрессивно. Настя была маленькая, она это все видела. Я не хотела такой жизни. Хотелось лучше. После развода родителей мы с отцом не общаемся. По слухам знаю, что он живет в другом городе, и у него новая семья. И если честно, мне совсем на это пофиг. Ну, я считаю, что если бы человек сам хотел бы сохранить семью, он бы сделал или хотя бы поддерживал со мной общение. А если он этого не хочет, и он уехал фиг знает куда, и даже за это время не звонил, не писал. Ну, зачем мне тогда этот человек? Он же не знает, каково нам было без его поддержки. Если бы не бабушка, мамина мама, вообще не знаю, что бы было. Она живет недалеко от нас, тоже в частном доме. Сейчас бабушка на пенсии, но даже когда еще работала начальником отдела в строительной фирме, помогала моей маме со мной. Забирала из садика, готовила кушать, делала со мной уроки. Отношения хорошие у меня с ней до сих пор, и я часто прихожу к ней в гости. Ты проголодовалась. Это стандартная бабушкина забота. Кушай, кушай, ты ж ничего не кушала. Еще давай кушай. Давай, вот попробуй, а это по... Ты что, не доела? Знакома вам эта бабушка на заботу? Не половинку рыбки. Бля, хера себе, ты внучке рыбку приготовила, бля. Понял. Не ясно. В отличие от мамы, бабушка не грустит меня и всегда поддерживает. Потому что, когда я прихожу домой, каждый раз меня учат жить. Дошло уже до того, что мама говорит, с кем я должна встречаться. Как тебе, Данил? Вроде парень неплохой, рыбалкой занимается. Ну, что ли? Ну, присмотрись к нему. Мама. Я разный слышал момент. Ты-то наш экономист там. Еще, какая-то там бизнесом занимается. Как тебе, Данил? Рыбалкой занимается. Бля. О, как это высшее образование рыбалка. И не бухает, наверное, да, еще? А, бухает, да? Ну, это в придачу к рыбалке. Я с ума разберусь. Даня 20, и мама заприметила его, когда мы с ней гостили у ее подруги. В рыбарской станице Малая Лучка, что в 50 километрах от Волгодунска. Все, я понял. Это наш трафарь, да? Работа сезонная только. Единственная, можно сказать, это рыбалка. Я с трех лет в деревне жил до 20. И больше нечем было заниматься, приходилось рыбалить. Даня работал на семью подруги рыбаком. И его все хвалили. Тогда-то мама и решила, что он хороший вариант для меня. Симпатичный молодой человек. Самостоятельный, работящий. На него можно положиться. А мне было как-то пофиг. Парень, да и парень. Ничего особенного. Для меня на тот момент было главное, чтобы Настя отбила себя от дурной компании. А что, компания? Да, маме нервы я порядком потрепать успела. В 11 лет начала курить и ругаться матом. А с 14-15 позволяла ребятам постарше испытывать на мне какие-то таблетки. Не могла же я показать, что мне слабо. Что я вам вначале сказал? Что девка, ни хрена не аленький цветочек. Я вам говорил? Чем-то уже глаз наметанный за 6 лет, бля. Алкаше-наркоманов, таких себе сразу вижу. У меня был страх того, что если я откажусь принять какую-то таблетку, меня смогут избить. Так как очень постоянно в командировках, мама привыкла мои проблемы разруливать сама. Он часто не в курсе, что происходит. Вот и сейчас она решила взять все в свои руки и написала Дане в соцсетях от моего имени. А он охотно пошел на диалог, потому что я ему понравилась с первого взгляда. Ну это жестко. Она от меня отстала и решила для вида сходить на это свидание. И когда я увидела Даню без рыбацкого прикида, то немного офигела. Да. Ну он меня зацепил, я даже не знала, чьи. Я могу сказать... А вот он мой та великая срака, да? Это одно, что на меня ни один мужчина так не смотрел, как он. Не знаю, как... Вот голодное животное на мясо. Во мне аж мурашки по телу побежали. Спускай меня. Привет. После этого свидания мы с Даней начали встречаться. Гуляли каждый день, много разговаривали. Он рассказывал о своей семье. Его, как и меня, с детства воспитывал отчим. А родного отца Даня даже не видел, так как тот бросил ему маму еще во время беременности. Я не знаю даже, где отец мой родной, что с ним, как он еще живет. Я не хочу об этом знать. Сейчас Даня с мамой живут в доме отчима и особо не шикуют, так как работа у них сезонная. Отчим рыбак, а мама ему помогает распытывать рыбацкие сети. Когда рыба есть, есть деньги. А когда рыбы нету, и нельзя выходить в море. Все сидят дома и палят сосуд. Все это мне известно со слов Дани, потому что лично с его родителями я не знакома. Однако обо мне они знают, как он говорит. Моя же мама была рада, что все сложилось так, как она хотела. Но чего она не могла спрогнозировать, так это то, что я беременна. Залет. При этом всегда контролировала процесс. Доконтролировалась. Я не чувствовала, что могло что-то проникнуть в меня. Да. Я всегда видела, что куда льется. Заподозрила я неладное, когда меня стало тошнить от табачного дыма, которое я стала чувствовать даже на приличном расстоянии. Тогда на всякий случай я купила тест на беременность. И он оказался положительным. Когда я увидела на тесте две полоски, мне стало страшно. Не за то, что я узнала, что беременна, а за то, как отреагируют родители и близкие. Первый о беременности мне пришлось сказать маме. У нас с ней женские дни идут в одно и то же время. И мама постоянно это контролирует. Поэтому все равно заметит, что что-то не так. Когда я узнала о беременности, это был шок. Потому что были другие планы на Насте. Мы думали, что Настя выучится и получит образование. Какое там образование получит? Продавец-кассир? Какое образование? На кого научился? Она говорила, что она даже учиться не ходила. Получила какие-то двойки-тройки. Мама, конечно, пришла в ярость. Это неудивительно. Так как три месяца назад она уже слышала от меня слова, я беременна. Это ненормально, когда ребенок в 16 лет беременна. А, но уже аборт сделал. Сама еще ребенок и беременная. Стыдно перед родственниками, перед соседями, перед учителями. Это недовоспитанность, чтобы не сказали, что он у Лена. И тогда они с бабушкой потащили меня на аборт. Даня их поддержал. Они втроем скинулись и оплатили мне операцию. А на второй раз уже как бы денег не хватило, чтобы скинуться, поэтому будем рожать. Я испугался такой ответственности большой. Ну что, не потянем. Я не хотела делать аборт. Боялась, что не смогу потом родить. Но мама сказала, что это полная чушь. Я сама делала аборт. В 17 лет. Потом Настю родила. Уберечь хотела взрослой жизни, потому что она еще ребенок. С момента аборта прошло 3 месяца. В общем-то, того ему пацанчика Даньку подпихивала. Давай, давай. Он жеребак, давай. И я снова беременна. Но теперь я никому не позволю решать за меня. И сказала маме, что на этот раз никакого аборта не будет. Мне снился сон постоянно. Что я иду по очень темному городу, слышу крик ребенка, маленького. Я подхожу, беру ребенка, иду прямо. Он у меня в руках засыпает. Вижу монастырь. Я постучалась. А там Иисус. И вышла девушка. И она говорит, если ты мне сейчас отдашь ребенка, ты больше не сможешь иметь детей. Мне стало страшно, что я больше не смогу иметь детей. Однако мама была не готова к такому решению. Я закрылась в ванной и стала писать Дане. Он сказал, что будем рожать. А для меня это был мужской поступок настоящий. Взять не только ответственность надо мной, но еще и на маленьким ребенком. Даня, жизнь ничего не учит. Когда я вышла из ванной, мама стала спрашивать, где и на какие шиши собираешь жить. Как заканчивать технику. Я же сказала, аборта не будет. Тогда мама предложила для начала съесть. Бля, девочка-то, в общем-то, не такой-то ей была. Че такое-то, а, девчуля. Ладно, то чент, в общем-то, как-то лишний вес иметь. А ты ж, ну, вроде была девчуничка. Булочки тебя. Бабушка, сто пудов, бля, бабушка перекормила. Бля, видели порции бабушки? Это вот от бабушек все идет. И проверить, действительно ли есть беременность. А потом уже будем решать. Я согласилась. У вас беременность малого срока. 5-6 недель. Беременность в марте. Все хорошо. Доигралась? Доебалась. Будем рожать? Да. А не доигралась. Ты решила, что будем рожать или нет? Почему мама так категорически настроена? Даня, он никуда не сбегает. Они уходят от ответственности. Она видит, что мы, ну, счастливы вместе. И все уже решилось, Даня. Что ты решила, Настя? Оставлять будем. Она плюет на нас. Не думает, как будет мне, как будет бабушке. Что это ложится все на наши плечи. Настя, тебя чистят и все. Ты не знаешь, что делать. Пить, хватит. Ты уже как алкоголик. Ну, блин, ты забыли. Руки забыли. Ты такой, ***? Ты чего? Я пошел, ты знаешь, куда? Что за пацан лежит? Другой пинат. Так, забирай. Вы не можете позаботиться ни о себе, ни о своем ребенке. Вышла из машины. Я хочу нормальную, счастливую. Не бью. Убейте меня, пожалуйста. Вот так нас там ждет прям Санта-Барбара. Это интересно. Как же я обрадовалась, когда, выходя из женской консультации, увидела примчавшуюся ко мне на помощь Даню. Здрасте. Привет. Аборта не будет. Кто сказал? Я. Настя моя дочь, пока еще несовершеннолетняя. Я буду решать, за нее будет или нет. А ребенок-то мой. Даня, я буду решать. Мы там еще посмотрим, будет аборта или нет. Получше было бы, если бы она так сильно бы не лезла бы в нашу жизнь, наши отношения. Но им хочется свободы. Им не нравится, когда их контролируют, когда им подсказывают, говорят, как нужно правильно жить. Естественно, это не нравится. Когда мы с мамой вернулись домой, то молча разошлись по своим комнатам. Я написала своей лучшей подруге Вике, что беременна и решила рожать. И что мама против моего решения. А Вика сказала, чтобы я хорошо подумала. Она просто гробит свою жизнь. Ага, подруга. Она просто не понимает, во что она ввязалась, и что в будущем ее ждет. Уже прошло три дня, как я призналась в своей беременности. Но с мамой до сих пор не разговариваю. И когда она сказала, что надо все обсудить с бабушкой, я отказалась с ней идти. Ведь я свое решение уже приняла. А потом собралась и поехала к Дане в станицу. А мама отправилась за советом к бабушке. Ну, беременна она. Что теперь делать? Значит, будет рожать все-таки. Абор делать — это все. Второй раз уже страшно. У нас должна матери остаться. Замуж придется выдавать. Давай начнем сами. Давай туда съездим, в Лучку. Познакомиться с родителями. Посмотреть, что они себя представляют. Это не только наша беда. Поговорим, что она на этот счет думает. Попробуем. Надо делать все по-хорошему. Может, все будет нормально. Может, они тоже будут как-то участвовать в их судьбе. Единственные, кто еще не знает о моей беременности, родители Даня. Да, я до сих пор их ни разу не видела. А они меня только на фото. Так что сегодня будем знакомиться лично. А о беременности расскажем им попозже. Но когда я приехала в Лучку, все пошло не по плану. По дороге к дому у меня загружилась голова. И я упала. Когда у нас тебе плохо стало. Ну, конечно, я растерялся. У меня было такое состояние, что у меня просто земля из-под ног уходит. Я задыхалась. Мне было холодно. Я половину даже не помню, что происходило. Хорошо, что Даня не растерялся и позвонил местному фельдшеру, которая живет неподалеку. Она привела меня в чувства и помогла Дане довести меня до его дома. Что случилось? Здравствуйте. Оказывается, она беременная у вас. Покой. Теплый чаечек. Если будет плохо, вызывайте. До свидания. Хорошо, до свидания. Чего молчали? Сюрприз хотели сделать. Сюрприз! Сюрприз! Твоя мама уже знает? Да, знает. Ну, а вы сами как решили? Оставлять и рожать? Без вариантов вообще. Вот чего-чего я не ожидала, это что они так быстро и рано заведут ребенка. Хотя нужно было еще гулять и гулять. С мамой Даней я особо не общалась, потому что мне было плохо. А когда попустила, Даня отвез меня домой. Вот и поговорили. Мама потребовала у меня адрес Дани, чтобы с бабушкой съездить туда и познакомиться с его родителями. раз они такие взрослые, решили оставить ребенка с Данилом. Мы решили поехать к родителям, обсудить эту ситуацию. На машине? Как они будут жить, где они будут жить. Все, приехали на разборки. Я Настяна мама, очень приветствую. Это Настяна бабушка. Проходите. Когда зашли в дом, мы просто офигели от увиденного. Условия хорошие. Здесь кухня, здесь Данькина спальня. Присаживайтесь на диван. Это ужас, это кошмар. Скрипящие полы. Где-то там что-то отваливается. Скажу так, не хай-тек. Запах неприятный, тяжелый такой. В доме курят, сырость какая-то. Дом в стиле минимализма. У меня одежда рыбацкая. Полная антисанитария. Мы приехали познакомиться с вами, посмотреть, как вы живете. Ну, мужа, его нет, он сейчас на работе. Когда я их первый раз увидела, я посчитала, что они люди непростые. Ну, вы знаете, что Настя в положении? Да, знаю. Что будем делать? Ну, свадьбу. А свадьбу будем пополам делить? Ну, да. Я вижу, что никакого участия она принимать не будет и не собирается. Но жить они здесь не будут. Работы нет для него, ну, да. Для него нужно работать. Здесь нет никаких условий. Там вообще нет удобств, воды нет, отопления нет. Они там уже живут и их, значит, все устраивает. Нам лучше контролировать, конечно, волгодонских. Да. Обоих. Пока сейчас им надо подсказывать. Подсказывать нужно было раньше. Но люди неплохие. Навстречу все пошли, вот это поговорили, что все это к свадьбе. Порешали. Я вообще в шоке, конечно, от увиденного. Будем вытягивать. Придется помогать и с квартирой, и с работой. Нам нужно, чтобы он зарабатывал для семьи, для Насти, для ребенка. Главное, чтобы он это понял, что он уже взрослый, он ответственный за это. Возвращаемся обратно. Видимо, мама с бабушкой так офигели от условий жизни у Дани дома, что сняли нам недорогую однокомнатную квартирку в Волгодонске за 7 тысяч рублей в месяц. И я им за это очень благодарна. Но мама поставила условия. Я должна продолжить учиться. Я рада, что мы сможем вместе жить, вместе спать и готовить и проводить вместе время уже в городе как настоящая семья. Я только согласился на это из-за Насти. Мне просто проще в деревне жить. Суеты такой нету, как в городе. А как жеребалка? А еще мама устроила Даню на работу к знакомым, к грузчикам. Из работы у меня так под рыбалку руки заточены. Больше нравится в море мерзнуть. все эти ломать. Все было хорошо, и я честно выполняла условия мамы. Ходила в техникум на пары до тех пор, пока у меня не начался токсикоз. Токсикоз – это как будто бы ком в горле. Состояние просто убитое. Постоянная слабость. Я не могла питаться в нашей столовой, которая в техникуме находится, потому что от любых запахов меня сразу тошнило. И пока я валяюсь дома из-за токсикоза, Даня после работы часто ездит в станицу повидаться со своим другом Максимом. А у вас с Настей там вообще что? Да нормально. А ты и папой что ли готов стать? Да? Готов. Ну, что сказать? Поздравляю вас. Конечно, у меня была сильная радость за друга. Потому что такое счастье-то. Нормально, ты же папа подержал. Таней проводить с ним время. Сейчас у меня ощущение, что мы настоящая семья. Единственное, я чувствую, что ему как-то некомфортно то ли жить в городе, то ли на работе. Потому что каждый вечер, вернувшись домой, он выпивает не меньше литра пива. И мы из-за этого ругаемся. Алкоголик! Прекращай бухать! Что хочу, то и дело. Ты уже как алкоголик, повода нету, ты бухаешь. Кайф посидеть вечерком, выпить пивка. Вот чем волшебный стаканчик. Ты его поломаешь, но ты всегда можешь его починить. Мне обидно такое поведение Дани. Неужели он не понимает, что я беременна? Я так распсиховалась, что еще два часа не могла уснуть. А он все это время просидел на кухне и даже не подошел. Но на утро меня попустило. Я ведь понимаю, что Дане тоже тяжело адаптироваться на новом месте. Да и мы ждем в гости маму. Не хочу, чтобы она видела, что у нас что-то не так. Ой, мамочка, у нас все хорошо, Даня работает. Вообще, у меня золотой мужчинка. Как ты там с учебой? Ходила, нет? Нет. Нужно продолжать учиться. или закрывать хвосты свои, Настя. Не надо. А ты хочешь быть необразованной? Да, хочу. Настя, тебя отчислят и все. Не отчислят меня, мам. Нужно получить образование. Без образования она не сможет пойти работать. Учиться мы будем. Куда она денется? Когда родишь, академ ты брать не будешь. Буду? Не будешь. Мы с бабушкой будем тебе помогать. Будешь ходить на пары и сидеть там. Я не буду ходить на пары. Мне это не надо. А чем ты, моя дорогая, собираешься без образования заниматься? Подметать? Без образования не только подметают. Так, Настя, не изви мне. Должно быть образование. Человек может и без образования пойти куда-то работать. Единственное, что он должен, это красиво жить. Сам для себя. Прожить жизнь, как он хочет. Но никому ничего не должен. Красиво сказала. Регулярно выносит нам мозг. Мне за учебу, да, не за работу, чтобы искал получше. Это страшно кум... А где ее брови? Это из-за того, что она рыжая или что? ...марит. Но мы терпим. Потому что мама с бабушкой оплатят... Смотрите, бровей нету особо. ...чувствует нам квартиру. У меня такое ощущение, что Настя на мама приезжает к нам только ради того, чтобы попилить мозг. То делайте, то делайте, то это не так делайте, это не так делайте. Мы-то и сами можем разобраться, что нам делать, что нам не делать. Но мама так не считает. Более того, она настаивает на том, чтобы мы с Данией поженились. Считаю, что свадьба должна быть. Ребенок должен родиться в законном браке, чтобы на нас не тыкали пальцем. Что вот, нагуляла. Вот это такой бред, блядь. Я вот, блядь, слушаю, а то, что ребенок потом как бы люди не просчитают, да, то есть когда родился ребенок и когда была свадьба, да, что там получается как-то типа, нихрена не по любви, а по залету, да, типа, ну, блядь, я вот не понимаю логики во всем этом, типа, надо пожениться до рождения, чтобы люди не подумали, что нагуляла, блядь. Так там будут, блядь, почитать просто, вот, когда была свадьба, когда родился ребенок, больше 9 месяцев, молодцы, меньше по залету, все. принесла, а почему сразу, сейчас нужно играть в свадьбу эту? Потому что все по-правильному, знаешь, ну, закончить училище, пожениться, как наша прабабушка, да, но у меня будет неправильно, я платье надену через год, ничего страшного, я сказала, что свадьба будет. Я-то понимаю, что свадьба нужная, но уже так, хотя бы денег подзаработать, а не именно сейчас, по ее хотению, что грузчиком, работать, так и подработка. Сегодня есть, завтра нет. Сидите дома, мы вас позовем. Можно было бы посоветоваться с моим отцом по поводу свадьбы, но я с ним не общаюсь, а отчим постоянно по командировкам, да еще и не в курсе о моей беременности. Как ты не в курсе, что мамка не сказала? Уже две недели мама выносит мне мозг по поводу свадьбы. И это так надоело слушать, что мы с Даней все же решили расписаться. И как только у меня прекратился токсикоз, пошли в ЗАГС подавать заявление. Дата регистрации, так как у вас беременность, мы можем сократить. Ближайший день это на ваше усмотрение. Мы назначили дату свадьбы, через месяц, чтобы время на подготовку было и живот еще сильно не выпирал. И потом уже дату сообщили нашим родителям. Сейчас это свадьба, как бы. Не туда, не сюда, как в комборле. Насте надо платье покупать. Капец, все чувства, как бы, что денег нету, ничего. А все потому, что неделю назад Даня решил, работа грузчиком ему не подходит, слишком устает и мало платят. Моя мама предлагала ему еще разные варианты работы, и разнорабочим, и сортировщикам на складе. Но Даню не устроил ни один из них. Поехал опять рыбу ловить. Мне не нравятся те вот работы, что находит Настя на маму. Мне проще в деревню уехать. Я даже хотел бы в деревню уехать. На рыбалку. Лучше всего получается рыбалить. Еще бы, ведь он вырос в рыболовной станице, где только рыбалка и люди себе на жизнь зарабатывают. Ты что, грустный такой? Мама Настя, она стояла на свадьбе. Ну нафиг не нужна эта свадьба. Ты не знаешь, что делать. Для денег нету. А за чей счет свадьбу играть-то будет? Настя на родоке будет делать свадьбу. На работу устроишься потом. Отдадите ей. Мамка вообще сказала, что на свадьбу не приедет. И чего она так? Неудобно, что нет денег. Да ладно, приедет еще. Передумает. Нормально будет все. Посмотрим. Когда Даня сказал, что ни мама, ни отчим на свадьбу не придут, я удивилась и увидела боли в его глазах. Не понимала, в чем дело, пока он мне не рассказал об их отношениях и о своем тяжелом детстве. Отбежу на маму за такое детство плохое. Такое у меня было. Очень *** меня. По поводу и без повода. Как таковой защиты не было. Со стороны мамы. Несмотря на глубокую обиду на маму, Даня всю жизнь хочет получить ее любовь. Поэтому для него это так важно, чтобы она приехала на свадьбу. Я пообещала, что сделаю все возможное, чтобы ее уговорить. День свадьбы все ближе, а мой отчим до сих пор не знает ни о свадьбе, ни о моей беременности. Мама решила, что оттягивать уже некуда. Позвонила ему и вывалила все как на духу. Ну, у Сережи был шок. Как у любого нормального мужика. В нормальной семье такого не должно быть. Он считает это позором. Ой, позор прям. Можно подумать, детей после 30 только рожают. Поэтому я успокоила маму, чтобы она не парилась. И мы пошли с ней в свадебный салон. И когда я увидела эти крутые платья, то прям обалдела. Только тебе большинство не подходит. Ну, как тебе? Ну, неплохо. Все стигни. Настя, но мне кажется, для нас оно очень дорого. Да чего дорого-то? 17 штук для свадебного платья вполне нормально. Ну, я согласен. Недорого. В рублях. Всего лишь почти половина зарплаты кассира. Да. А в чем она хочет, чтобы она вышла? В шторе? Или в чем? Если вы с бабушкой служитесь. Настя, опять мы с бабушкой должны вам помогать. Не вам, а мне. Вам еще колечки нужно купить. Снимает, красотка. Все вопросы к Данилу. Пожалуйста. Давай, давай. Мы не потянем такое платье. Иди, переодевайся. Можно, пожалуйста, там тряпки и кусок шторы. Мы сейчас все сделаем. После отказа мамы у меня пропало настроение ходить по магазинам. Я попросила отвезти меня к моей подруге Вике. Хотела с ней прогуляться, а потом поехать ко мне домой. Вика будет у меня свидетельницей на свадьбе. И мы собираемся вместе подумать над прическами и макияжем. Однако вечер оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Даня говорил, что хочет собраться с пацанами перед свадьбой и устроить типа мальчишника. Он уже его устроил. Лечится от грустных мыслей о маме. Но я не ожидала, что это все превратится... Вот мальчишник, арбузик, бухло. В пьяный срач у нас в квартире. А чего он не с тобой? За тело меняется. Вон то, что за пацан лежит? Друг наш. Так забирай, ***, своего друга. Да мне ***. ***, ну иди тогда домой, а. Я у себя дома. Ты в край ***, скажи мне. Да, ну а чё? Дружков своих забирай *** отсюда. Я когда увидела, я честно была ***. Я беременная и воняет вся квартира алкоголем и сигаретами. Хотелось и его ***, и пацанов ***. Иди отсюда. Мат-перемат. Пацанов забирали и сваливали. Давай, блядь. Что ты меня трогаешь ***. Руками сегодня. А чё? ***. Забирай пацаны и лески. Всё, ребят, встаём ***. Иди отсюда. Я просто смотрю на всё. Тут подруга такая, мне встали уёбывать отсюда. Я тебе сказала, блядь. Я на Одессу тебя возьму, блядь. Это, он устраивает пьянки у себя в хате. Бухает. Это просто полный дебилизм. Даня, выгоняй, как фу. А бусы ***. А бусы, я говорю. ***. А девка-то такая, блядь. ***. Отсюда, быстро. Ты тупой? Нет, я не тупой. А чё? Ты ***. Закрош её. Настя, вы ничего не покутали. Зашил. Настя, сама она просилась орать, начинает ***. Что она, что Вика ***. Как неадекватная перед пацанами. Мы пришлось возить их ***. Чё, сёсть? Серьёзно, я свой дёздок. Дом 2 начинается. Мы еле угомонили соседку, а я в таком шоке от происходящего, что просто попросила Вику позвонить моей маме, чтобы она нас забрала. Вы, Данил, просто козлина настоящая. Сволочь. А Даня как чувствует, что его обсуждают? Потому что позвонил моей маме. Ещё бы, ведь познакомить нас с Даней была её идея. Привет, Даня. Ну чё? Доигрался? Да пошёл ты знаешь куда. Без тебя воспитаем ребёнка, ты понял меня? Козлина. Мам, чё он хотел? Ничего не хотел. Воспитаем без него ребёнка. Поэтому не собираю вещи. Даня разочаровал меня. Кто сначала сама? Смотри, какой мальчик. Даня, Вася, рыбку ловит. Будешь с ним? Да пошёл ты в жёпу, Даня. Всё. Своим отношением. Я и бабушка, мы содержим Настю и Данила. Он ничего не ценит. Ему абсолютно на всё наплевать. Сама навязала этого Даню. Мы слика договорились на следующий день встретиться у меня на квартире, чтобы она помогла мне собрать вещи. Даня. 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 Что она мне надо? Вику выталкивал вчера, оскорблял её. Ты вам вещи видел за дверь выставлять или чё, блин? Я не пойму. Нет. Пусти меня. Нет, Даня. Настя. Сегодня тебе я нужна, завтра тебе нужны пьянки, пацаны-гулянки. Я понимаю, что Насте больно делаю. Но я не хочу её потерять. Пожалуйста, пусти меня. Да не плачь. Иди сюда. О, это чё такое? Я еду домой, мы помирились. Да что вы говорите? Как вы быстро меняете свои планы? Собрался с ним идти? Ну, он же извинился, он же понял, что он виноват. Делайте, что хотите. Даня просто расплакался. У Дани и Сишо артиллерия сразу в слёзы. У нас, короче, Даня плаксун. Сишо не так. Жалко, блядь. А что, блядь? Если плачет мужик, значит, искупил свою вину. Что я хочу, моё любимое занятие. Поэтому мы с Даней вернулись к себе домой. И у меня даже из головы вылетело, что я договорилась вечером встретиться с Викой. А вот сейчас Вика обидится. Привет. Чё хотела? В смысле, мы же вещи должны были собирать. А я не буду вещи собирать. Настя, ты дура, она только вчера тебе выбрала. Привет. Здорово. Чё припёрлась? Мы вообще-то сейчас вещи собираем. Да я не буду собирать вещи. Собирай вещи и пойдём. Вика, нет, давай, а потом поговорим. Окей. Пока. Настолько нужно быть просто идиоткой, чтобы прощать ему всё это, что он делает, и возвращаться. А это так все подруги. Если она уже выбирает Даню, то пусть и живёт с ним. Да, пусть меня не трогает. О, да сейчас тут все такие подруги. Ой, ты моя Галька, Олька, Светка и так далее. Точно так же самое. Когда вот он разведет, поругайся своим этим трахалем. Вот он сразу говорит, всё, типа, либо я, либо он. С помощью. Просто на свадьбу. Наги мои. Ну серьёзно, я не пойду. Всё, стопудов. Не пойдёшь. Мне этого не нужно. Да. После того, как мы с Даней помирились, он всё время был паинькой. Так что даже мама смирилась с моим решением остаться с ним вместе. Отчему тоже пришлось принять и мою беременность, и мой ранний брак. Одна Вика уперлась. Сколько я не пыталась с ней помириться, сколько не уговаривала она ни в какую. Так что я попросила быть моей дружкой, свою школьную подругу. Всё, уже лучшие подруги нету, да? День свадьбы. Наконец-то настал день свадьбы. Несмотря на всё то, что было, я счастлива. Да, платье не то, которое я хотела, но мы с мамой подобрали неплохой бюджетный вариант. Нормальное платье. Она ещё маленькая такая в этом платье свадьбе. Маленькая? Посмотрите на жениха, блядь. Как вообще радуются невесты и жених. Блядь, что я себе сделаю? Типа, блядь. Свадьбы у нас скромные. Гостей немного позвали, человек 30. Но я всё равно чувствую себя принцессой. А Даня какой красивый в этом костюме. По-моему, мы идеальная пара. Почему Даня не улыбается? Он хотел только, что её взять на Одессу. Красавчик. День свадьбы, конечно. Переживал. Можно сказать. Как пройдёт. Нам всё-таки удалось уговорить маму Дани приехать на свадьбу. Что-то Даня без эмоций. Очень наотрез отказался. Да и мама долго сопротивлялась. Я, наверное, больше боялась. Что не так себя поведу, чтобы потом моему сыну не было стыдно за меня. Потому что я не знал, как себя вести. В общем, Даня не хотела светиться перед камерой. Да и участвовать. Ну, что себе мамку-то накрасили-то, а? Нормально. Тётя Сёма там не хочет. К тому же ему наплевать на нашу жизнь. Так что моя мама сделала всё возможное, чтобы хотя бы тётя Аня была с нами в этот день. Маму мы привели в порядок. Мы маму покрасили, сводили в парикмахерскую. Нашли ей платье, обувь. Чтобы мама выглядела кругу нашей, родни, нормальным человеком. Всё равно было приятно, что она хотя бы приехала. Всё прошло даже лучше, чем мы могли представить. В общей сложности нам подарили чуть больше 100 тысяч рублей. Но эти деньги нам пришлось вернуть маме и бабушке, потому что они их брали в долг для того, чтобы организовать нашу с Даней свадьбу. Что-то Даня несчастлив на свадьбу пил. Ни одной улыбки Дани не заметил. Если честно, то наша жизнь после свадьбы ничем не отличается от жизни до неё. Разве что живот у меня стал быстрее расти. И пока его размеры позволяют садиться за пар, то я стараюсь ходить на занятия в техникум, чтобы не злить маму. Потому что живём мы за её с бабушкой счёт. У Дани пока с работой никак не складывается. Только изредка ездит в деревню порыбачить. И мне бесит, что у него нет постоянной работы. Но сегодня не хочу думать о плохом, потому что у меня плановое УЗИ. И мы узнаем пол нашего с Даней ребёнка. Конечно же хотел, чтобы пацан был. Продолжение рода как-никак. А вот я хочу девочку. Даже имя придумала. Ева. На УЗИ пошла с мамой. Даня был на работе. С малышом всё хорошо. Он развивается согласно сроку. У вас будет мальчик. О, надеялась, что будет девочка. У мальчик это тоже очень хорошо. Сердцебиение, двигательная активность. У малыша всё в порядке. Когда оказалось, что мальчик, я растерялась как-то. Имя-то подобрала для дочки. А как назвать пацана мыслей нет. Адам? Если не Ева, то будет Адам. А потом будет второй ребенок Ева. Будет Адам и Ева. Подумай об этом позже. А сейчас нужно обрадовать Даню. Угадай, кто тебя обрадует. Адам? Не знаю. Ну угадай. Ну я не знаю, говори нам. Мальчик. Пацан, ну. Поздравляю вас. Поздравляю вас. А что вы там делаете? Бухать. Бухать и сидим пьем. Пока что. Пока что копья, но теперь уже будем бухать. Будем бухать. В смысле ты бухать не будешь сегодня? В смысле? Почему? Повод-то есть будем. Я сказала, ты бухать не будешь пока. Че она говорит? Ты ничего? Сказала, чтоб я не бухал. Так вообще нечестно. Такой повод мне мыть-то. Да выпьем. Конечно. Короче, Данила, можно твоего сегодня домой не ждать, да? Даня написал мне сообщение, чтобы я не злилась. Без меня он пить не будет. Договорились, что вечером я приеду в деревню. И мы вместе посидим с его друзьями. Без тебя пить не буду, вместе побухаем. Беременной, да? Так что настроение у меня поднялось. Мам. Я хочу тебе. Настя, я вам только вчера покупала фрукты и овощи. Целую сумку продуктов привезла. Ну, Даня все скушала. В смысле Даня все скушала? Он все съел и ничего тебе не оставил, что ли? Нет. Беременной жене ничего не оставил. Я просто в шоке. Это какой-то эгоизм. Ну, захотел он. Кому нужна витамина? Тебе или ему? Купишь мне киви. Пусть тебе Даня твой покупает витамины. Тебе жалко? Настя, жалко. Конечно, меня раздражает. Это не мужик, это не мужские поступки. Когда он живет за чужой счет. Нормальный мужик должен дорабатывать, обеспечивать семью. Но я уверена, что в будущем у Дани все с работой получится. Вечером, как и договаривались, я приехала к нему. Но вместо того, чтобы выпить чуть-чуть, он снова решил нажраться. Хватит пить? Настя, нормально все, в компании сидим. Мне надоело, что Даня постоянно бухает, бухает, еще раз бухает. Уже я на большом строке беременности, сидим мы на улице. И я жду, когда он, блин, напьется. Что, когда на рыбалку, ребята? Давайте на пусть едем. Пить, хватит, говорю. Сколько можно? Ну, я скажу так, ребята. Я вообще не поддерживаю, когда начинается рукоприкладство. Даже от бабы к мужику. Потом нехрен удивляться, что он тебе тоже в морду врежет. Честно скажу. Потому что вот, когда бабы бьют мужика по лицу. Ой, баба может, а нихрена им не можно. Потом, блин, сидят такие. С финалом, блядь. Он меня тоже валил в кабину. Не трогай, мастер. Вот. Да, не беременна, поэтому только я могу тебе в морду дать. Вот что она делает? Не нравится, встала и ушла, нахрен, понимаешь? Ну, все, не живи с ним, разведись. Нахрен ты ему по морде бьешь, бля. Потом удивляешься, что ты в дыню получила. Сидишь в своей компании, выпиваешь. Она даже там, ему нравится наехать. То, что я пью. Я посидела немного, чтобы успокоиться. Мне паршиво. И я хочу домой. Настя, мы с тобой пойти? Нет. Я иду и думаю, как я буду добираться домой. Мне кажется, что хуже быть не может. Пока по дороге я не увидела Даню. Стелка из его компании в ее машине. Это... Просто мерзко. Дом 3. Ну, баба, может быть, села с ним поговорить. Судя по всему, я не думаю, что они решили шпехи-мехи устраивать прямо на камеру. Скорее всего, блин, баба сидела, разговаривала с пацаном, а все остальные разговаривали с ней. Но у нее что-то вообще перемкнуло, взяла, вытолкнула бабу. Ты что творишь? Пьяный был. Кто-то полез целоваться. А, ну-ка, да ладно, все, прошу прощения. А, бля, боже мой, что происходит? Я просто не контролировал себя. О, все. Меня просто трясет от ярости. Когда не мог так со мной поступить. Да, взял чушь, баба, плесал. Мы за все мы давно поженились. Я вызвала такси и уехала домой. С меня хватит, это последняя капля. Я поехала к маме. Да, 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 вот сейчас послушались, да? Это последняя капля. Все, скотина, подлец, кобель. Все, с ним больше не буду. Проходит пять минут. Мам, ну все-таки, не знаю, он как бы отец моего ребенка. Может, он все-таки исправился, ну понимаешь, это стресс. Естественно, я хотела его придушить. Запомните мои слова. Запомните. Это предательство. Это предательство Насте. Вытирает от нее ноги. Опять ее ни во что не ставят. Утром я пошла собирать вещи и не ожидала, что Даня так рано вернется из деревни. На утро я понял, конечно, то, что я дурак и могу потерять ее. Поэтому я побежал домой. Ну, чтобы остановить, чтобы она глубости не сделала. Сумку дай. Вещи мне дай, пожалуйста. Что, заняться нечем? По бабам меньше скакать нужно. По каким? Не трогай меня, стоим разными руками. Отойди от меня. Все, прости. Нет, Даня, я иду к маме. Нет. Месяц после свадьбы я беременна. Ты идешь по другим телкам, скачешь. Ты нормальный, скажи мне. Я сейчас пойду, на ком-нибудь поскачу. Тебе приятно будет? Сейчас, сейчас. Я не мог позволить, чтобы Настя ушла от меня. Да все, успокойся. Отпусти. Сейчас, сейчас, сейчас. Где? Обнимайся с теми, с которыми ты обнимался. Ты мне животное сгоритавишь. Увидите, смотри. Руки, смотри. Это серьезно, говно? Отпусти меня, ты тупой, б***ь. Упокойся. Не, ну она все-таки пока идет напролом. Ладно, я сейчас. Видения это слишком мало. Тебя донюгут? Вот они имеются только, что сидели в одной куночу. Все, Шо Чен был прав. В итоге она будет дальше сидеть с ними. Пусть тебя бросит. Света я больше давать не буду. Этот пакет я купила не тебе, а своему внуку. Ну я готовилась от меня везде. Шо Чен ты говорил? Все, расскажу с ней. Но она ушла на эмоции. Мне просто противно от того, что он прикасается ко мне. Как подумала, что вчера он целовал какую-то девку. Сейчас неделька проедет. Я могла поговорить с Викой. Но мы с ней до сих пор так и не помирились. Ну да, потому что подруга сказала, что ты это, б***ь. А сейчас ты с ней встречаешься, она тебе скажет, я тебе говорила. Я тебе говорила, ты тупорылая. Она скажет, да, ты мне говорила, я тебя понимаю. А потом такая, нет, ты знаешь, Вика, все-таки он не справляется. Она скажет, б***ь, потерянный человек. Как же я могла выставить ее за дверь перед своей свадьбой из-за этого козла? Я решила перед ней извиниться и попросила встретиться со мной. Я решила помириться с Настей. Ну, блин, ну потому что она моя подруга. Мне тяжело без нее, я ее люблю. Мне все равно хочется прийти ее поддержать. Так. Настя, что случилось? Ничего, мы с Данилом расстались. Настя. Самое худшее, что мог сделать Даня, это изменить. Это тот человек, которому я могла доверить абсолютно все и... Он не изменял, он только облизал. Не подпускала к себе никого, кроме него. А что люди могут еще чувствовать? Наверное, предательства? Нет? Когда ты спишь с человеком в одной, в постели? Когда ребенка, блядь, ждешь от него. Сейчас позвоню ему. Ой, блядь, Санта-Барбара пошла. Настя, держись, пожалуйста. Я хочу нормальную, счастливую семью. Мне вот это вот все. Не, ну подруга поддерживает. Подруга молодец. Несмотря на то, что она ее послала, сказала, пошла в жопу, я с моим мальчиком буду. Она все-таки пришла. Даже на свадьбу не позвали, я так понимаю. Так, 30-я неделя. Скоро рожаем. Скоро будет месяц, как я живу у мамы. Так фигово мне еще никогда не было. Даня забрасывает у меня звонками и сообщениями. Но я не хочу с ним говорить. Я готов умолять у Насти прощение. Ну, хоть каждый день. Хоть на коленях. Ради того, чтобы она со мной была. Чтоб я ее не потерял. Чего пришел? У Насти прощение хотел попросить. Ты думаешь, она тебя после этого простит? Да. Если не пошлет на три буквы тебе. Хотел, чтоб простила. Заходи, иди попробуй. Я не могу допустить того, чтобы мы с Настей расстались. Так как это единственный человек, который любит меня, понимает. И прощает меня. Дурака. Я в шоке, что мама впустила Даню. Видно, достал он маячить под окнами. Прости меня, Настя. Нет. Я тебя прощать не собираюсь, Даня. Я могу только смириться и всю жизнь тебя пилить. Тебе оно надо? Да. Пилить тебя всю жизнь за измену? Да. Чем ближе Даня придвигается ко мне, тем сложнее мне ему сопротивляться. Меня разрывает на части. Я соскучилась по его рукам, губам, улыбке, запаху. Но и забыть об измене не могу. Я шансов на прощение давать не буду. Понял? Я просто буду с тобой жить. И смотреть, как ты меняешься. И в какую сторону. Лучше или худше. Месяц не будет изменений, я соберусь и поеду к маме. Понял? Иди сюда, потемай меня. Я сказала маме, что я хочу дать Дане последний шанс. А она просто молча вышла из комнаты. Просто Настя сейчас повторяет мою судьбу. Ее сейчас, в ней выбор, очень похож с моим первым браком. Я, конечно, хочу, чтобы они жили, но я к Даниле не уверена. Потому что на него нельзя положиться. Кто-то нашла рыбака, да? Он не мужик. Он держит свое слово. Может, он еще сам не вырос. Но после драки кулаками махать уже поздно. И если мама не устраивает мой Даня, то это ее проблема. Зачем тогда надо было Настя знакомить? Вину чувствую. Ну, я хотела это исправить. Я хотела всегда быть рядом с ней. Поддерживала ее, рассказывала, как нужно правильно себя вести. Даня сейчас, как шелковый, помогает мне по дому. Одевает, когда я не могу согнуться. Ведь живот уже такой большой, что я из-за него с трудом вижу пальцы на ногах. Знаете, самое хреновое, если он делает все не от чистого сердца. А от того, что думает, бля, нельзя накосячить. Я, типа, это делать ни хрена не хочу. Я якобы помогать ей тоже не хочу. Но просто надо, потому что, если что, типа, со мной не захотят там быть, там жить, выгонят и так далее. Вот это будет хреновое, если он это все делает не от чистого сердца. У меня очень сильно отекали ноги. Я не могла долго ходить и сидеть. В обувь не влазишь из-за того, что у тебя ноги, как у медведя. Большие, отекшие. Радует то, что мы, наконец-то, выбрали имя сыну. Решили назвать его Сергей. А еще Даня устроился на... Странно, бля, почему не Адам? Если это нормальное имя было бы. ...на работу. Опять грузчиком. Но платят ему нормальные деньги. Так что он сам решил оплачивать аренду квартиры. Чтобы не зависеть от моей мамы. Ну что, ну хватит жрать уже роллы-то. Помидоры, огурчики, витаминки. Будешь? Не хочу свою витаминку. Нормально, хаваете Филадельфию? Я в тебя пошла, ты же тоже не худышка. Так у меня трое детей. Да, Настя во время беременности поправилась очень сильно. Поправилась? Поправливаю. Хочу, чтобы она контролировала себя. Настя, тебе нужно следить за собой. Зачем? Я не так много. Ты сколько килограмм набрала? Килограмм двадцать. Тебя это устраивает? Ну если смотреть на то, что ты была до этого не худышка, то еще плюс двадцать, то ты, я так понимаю, уже под сотню весишь. Если не больше, да? Настя, с таким весом тебя Данил быстро бросит. Он говорит, что любит меня любой. Ой, бля. О, боже. Вот это, вы знаете, это великое, бля, женское заблуждение. Когда баба думает, что он меня любит любой, а, блядь, и никуда не уйдет, бля. Господи. Ой, бля. Эти, вы знаете, великие фразы тех, которые имеют лишний вес. Мужик на кости не бросается, блядь. Бабы нужно иметь то, за что можно взять, бля, и так далее. Ух, блядь. Господи. Ты как минимум свое здоровье убиваешь. Ты реально себя, блин, потом недооцениваешь. Ты потом себя, блин, стыдишься. И тебя, блядь. Нахрен хурить, согласен. Мама, как обычно, со своими нравоучениями жизни. Но я уже даже не обращаю внимания. Мне легче морозиться, чем спорить с ней. Да я не хочу ругаться. Потому что, как бы там ни было, она всегда поддерживает меня. И даже на финальном музее тоже рядом. Так как Даня работает. Похоже, вот сейчас лицо. Видите, да, хорошо? Угу. Курнос. Большой палец во рту. Головка внизу. Головка здесь. Попа здесь. Угу. Хороший мальчик. Хорошее развитие. Но обязательно до срока родовы. Раньше ложимся. Насколько раньше? В 38-39 недель. Рожать мы решили в Ростове-на-Дону, потому что лучше примут роды, нежели здесь, в Волгодонске. Так как до Ростова больше 200 километров, мы решили не рисковать. И уже в ближайшие недели я отправляюсь туда на сохранение. А пока мне нужно подготовить все необходимое для появления сына. Решила позвать походить по магазинам Вику. Вижу, что она не рада, что мы с Даней снова вместе. Но, по крайней мере, мне ничего не говорит. Я ее, конечно, всегда выслушаю и поддержу, но советы я ей больше давать не буду. А зачем мне их давать, если она никогда не прислушивается? Вот это ты верно сказала. У нас, смотри, полженочки всякое такое. Надежда на ребенка. Все, какая классненькая. Прямо на рожденного. От такого огромного выбора детских вещей я растерялась. Вика помогла мне выбрать несколько распашонок. И мама написала, чтобы на днях я к ней заехала, потому что у нее для меня сюрприз. Тут все в роддом. Ты потом это будешь припоминать тысячу лет. Кто тебе купит, если не я? Даню, что ли? Держи. Я не возьму. Этот пакет я купила не тебе, а своему внуку. Забрала пакет и закрыла рот. Иногда мне кажется, что мама специально покупает нам что-то просто для того, чтобы был повод потом упрекнуть в своей помощи. Я сказала ей, что мы уже потратили с Даней на аренду квартиры, детские вещи. И как только он получит аванс, мы ей деньги отдадим. Тебе не надеяло меня постоянно унижать? Я за вас переживаю. Вы не можете позаботиться ни о себе, ни о своем ребенке. Сможем. Кроватку и коляску покупайте сами. Ты меня слышала? Хорошо. Понятно. До назначенной даты родов остается все меньше времени. И как советовал врач, мы поехали в ростовский роддом, когда у меня началась 38-я неделя. У мамы со мной поехать не получилось, а Даню не пустили с работы. Поэтому компанию не составила бабушка. Это может быть трудно, что ваши костей располагаетесь. Коронавирус. Меня оформили, провели в палату. Бабушку со мной не пустили. Поэтому после регистрации она уехала домой. Дни в больнице тянутся долго и нудно. Каждый день похож на предыдущий. Я ем, сплю, меня наблюдают врачи. И ходила по коридорам постоянно. И спускалась, чтобы побыстрее родить. Я так ныла всем по телефону, что устала ходить беременной. Что через две недели бабушка не выдержала. И приехала мне навестить. Бабушка, я уже устала. Пусть мне капельницу какую-нибудь поставить, чтобы я быстрее родила. У меня уже спина болит, ноги болят. Все будет хорошо, потерпи. Я устала, я не хочу больше терпеть. Врачи хорошие, мы за тебя все переживаем. Все будет нормально. Я поняла, что я должна просто лежать, как в облак, пролеживать свои промежности, боковины свои. Деваться мне уже некуда. Что ребенок сам решит, когда ему вылазить. И наконец-то этот день настал. Но я не думала, что меня будет ждать такой пипец. Больно было, да? О, начинается. Первая боль – загореть заживо. Вторая боль – это схватки. Это просто, я не знаю, вот от дерева вот так вот берут, тебе большое бревно и в тебя вот так пронзают. Мама, мне пока схватками сказали. Между схватками спать, но не настолько часто, что я только засыпала, и у меня сразу схватка. Я думала, что роды – это быстро. Но идут часы. А я все дрожаю, мучаюсь от боли. Ах, сыночек, ну не издевайся надо мной, пожалуйста. Я чувствовала, как у меня просто расширяется таз и хрустят просто вот здесь вот бедра. В теории, да. Костик. Убейте меня, пожалуйста. Я не могу это терпеть. Я не рожу. Дайте обезболивающего немного. Я хочу какать. Главное – не обосраться, прерванных. Отлично. Все, сейчас посмотрим еще пару схваток. Я представляю, принимают роды. Такая какаха, бля, врача, бля. Такая, по-моему, родила. Не, извините, вы только обосрались. Если будет так же хотеться в туалет по-большому, мы начнем потихонечку тужиться. Так она обосрелся. Он придет и его позовем, дядя. Настя мне позвонила, что все родила. Я в шоке, конечно, был. Минут пять в ступоре стоял. Счастлив, что сын есть. Сережка заплакал. Важный человек, для которого я все готов сделать. А уже не жена главный человек, уже сын. Все, жена пошла в жопу. В роддоме я пробыла недолго. Мы с сыном хорошо себя чувствуем. Поэтому на третий день после родов нас выписывают. Встречать меня приехали Даня, мама и отчим, который на один день отпросился из командировки. Представляете? Вас предправляем. Да. Я Настю очень благодарен за сына. Это самый лучший подарок. Малитация. Я больше не хочу. Да, маленький комочек. Родной такой. Беззащитный. Родители бездолговые такие. Вон, люди шарками стоят. А только другие, по-моему. Классно. Возьму коляску и пойду. Пусть мне все завидуют. Сразу после выпуски мы поехали к нам с Даней домой. Там нас ждала бабушка. Куда моя лапочка? Идет моя миленькая. Мамочка. Вон коляска стоит. Маленькая мамочка. Заходите. Дайте. Дайте. А еще в квартире уже все подготовлено для сережки. Есть и кроватка, и коляска, которые достались нам от моего младшего братика Ильи. Их нам отдала мама. И в этот раз не упрекала, что ей пришлось все подготавливать самой. Так она говорила, что надо покупать. На хрена покупать, и все-все было. Уже месяц, как наше с Даней жизнь изменилось. Сейчас все крутится вокруг сына. Но мы справляемся. Я с легкостью купаю, пеленаю, кормлю малыша. Даня поначалу боялся брать на руки Сережу. А сейчас привык. С малым ничего не тяжело. Ничего сложного нету пока. Все могу сделать. Даня много работает. И когда мне скучно, я часто прихожу в гости к маме и бабушке. Как он спит, Настя? Ну, хорошо. Он просыпается, наверное, за ночь раза два. Но я не сплю, пока он просыпается первый раз, чтобы... Не спишь? Я так боялась, что ты его или уронишь, или придавишь. Сама высыпаешься, что ты? Да. Настя справляется с ребенком. Я ей несколько раз предлагала оставаться. У меня она не хочет. Говорит, мам, я сама, я сама, я все сделаю, я все знаю. Я не хочу вас беспокоить лишний раз. Мои родные каждый день интересуются жизнью Сережи. Нужна ли мне какая-то помощь? В отличие от мамы Дани, которая за все это время ни разу не видела своего внука. А мама Данила звонит? Нет. Да, не хочет она меня свидеть. Не зовет нас в гости. Мама Данила абсолютно к нам безразлично относится. Ни разу не позвонила, не спросила, как мы, что мы. Нужна ли нам какая-то помощь. Мне обидно в большей степени задание. Какая помощь? Ну, я вижу, что ему неприятно. Себе бы помочь. Он бы хотел... Ну, такой же материнской любви, наверное, и так же, как ко мне относится мама. Я не планировала общаться с мамой Дани, но, глядя на то, как ему обидно и неприятно, решила сделать первый шаг и предложила нам вместе с Сережкой съездить к ней в гости в станицу. Ну, молодцы. Ну, тетик. Да ты что? Тоже разговариваешь? Весь в папу, конечно. Папа тоже не сидел на одном месте. В одном месте шило было. Чтоб тебя куры обосрали. Да? Что это такое? Что это за пожелание ребенку? Чтоб тебя куры обосрали. Блядь. Я родное слышал там. Здоровичка тебе там. Чтоб у тебя деньги были. Чтоб тебя куры обосрали. Блядь. Вроде и обидно. Вроде и нет. Блядь, непонятно. Да. Чтоб тебя обосрали куры. Ааа, блядь. А, типа, как в детстве там. Тут ее там. Ути-пути-пути-пути. Там. Барам-барам-будь. Чтоб тебя куры обосрали. Да. Сильно-сильно. Да. Ох, эти сельские шутки, блядь. Весь куры с моим сыном не пересекутся. Но я знаю, что так говорят. Чтобы не сглазить малыша. Вы серьезно? Вот так говорят, чтоб тебя куры обосрали. Это чтоб не сглазить. Господи, до чего люди-то находят, блядь. Ты похож на меня или на папу? На папу лучше. Вредный такой же будет, как и папа. Папа ведь за счастлив. Я взяла внука, у меня руки затрусились, потому что уже давно не держала таких маленьких. А он еще меньше, чем был мой сын. Мама Даня предложила... В смысле, он еще меньше, чем был мой сын? Ты сразу, блядь, полугодовалого родила или как? Как он может быть меньше? Постаться у нее хотя бы на день. Но я не могу, потому что с завтра на учебу. Я решила не брать академ. Мама и бабушка рядом. Они в любой момент могут посидеть с сыном, пока я буду на парах в техникуме. Тем более, что сережку я уже давно кормлю смесью. Потому что после родов молоко у меня так толком и не прибыло. Я очень рада, что Настя вернулась к учебе. Что она посещает. Получит образование. Мы не взяли академический. И все будет хорошо. Молодец. Сын очень быстро растет. Я в шоке, что буквально за неделю сережка вырастает из очередных ползунков. Лучше бы я пошла на швию учиться. И шила бы ему шмотки сама. Потому что Данины зарплаты 900 рублей в день. Не хватает и на аренду квартиры, и на жизнь с ребенком. И мне приходится просить помощи у мамы. Вам не хватает 900 рублей в день? У меня квартиру нет. А сколько вам на квартиру надо? 2 тысячи не хватает. Настя, слушай, меня это уже достало. Я помогу, но только не вам. Он же не дома сидит. Он сидел дома, тебе не так. Он сейчас ходит на работу каждый день, тебе тоже не так. Курить нужно меньше. И пиво пить. Тогда денег у вас будет больше. Хорошо, мама. Ты поможешь? Не вам я буду помогать. А моему солнышку маленькому. Может, мама и права. Наши расходы действительно растут. А стремления зарабатывать больше у Данины нет. Я ждала его с другой, чтобы за ужином обсудить все. Все, начинается. Давай. Ты поменять не хочешь? Зачем? Это не кажется, что 900 рублей в день это слишком мало. А где будешь? А мне зачем искать? Деньги в первую очередь нужны ребенку. Мне надоело маму постоянно брать в долг. Работу давай еще. Я подумал. *** ты полученный *** просто. Иногда, Настя, бывает полная истеричка. Я не понимаю такого поведения. Это хочется просто... В смысле ты еду выпросил? Я запуталась. Меня просто накрывают эмоциями. От малейшего слова или взгляда Дани. И такие качели происходят довольно часто в последнее время. Я даже сама не понимаю, из-за чего я завожусь. Откладываю все свои планы, иду домой, начинаю ему готовить жрать. И начинаю *** исполнять его ***. Потому что я готовила сегодня весь день для него. Он любит гречку ***. И взяла куриные ножки. Приготовила ему покушать ***. Ждала его ***. И сейчас *** приходит ***. Недовольный ***. У тебя уже крыша есть. Вместо того, чтобы положить телефон, подойди обнять, сказать, да, я ценю то, что ты готовила, я тебя люблю, но, зай, правда, я не хочу кушать. Вместо этого ты *** продолжаешь сидеть в телефоне. Сейчас после родов я чувствую, что поменялось. И ничего не могу с собой поделать. Еще и сын стал плохо спать. Колики, я не высыпаюсь. Может, я просто устала? Мама отправила нас с Даней к знакомому психологу. И та объяснила, что у меня бушуют гормоны, из-за которых мне сложно контролировать себя. Мы поговорили и вроде бы услышали с Даней друг друга. Решили, что раз в неделю я буду брать выходной. Начало было положено сегодня. Мы с подругой Викой пошли на тайский массаж. Деньги выделил мне Даня. И пообещала, что найдет в ближайшее время работу получше. Я хочу сказать всем девушкам, что если они попали в такую же ситуацию, как и я, то нужно подходить к этому ответственно. Думать, правда ли ты нагулялся или нет. Тот ли это человек, с которым бы ты хотела иметь ребенка. А что он может дать этому ребенку. А сможешь ли ты его сама воспитать и поднять на ноги. Я понимаю, что семья – это сложно. Ребенок и отношения требуют большой работы над собой. И я готова к ней. Ради своего сына, мужа и нашей семьи. Вот и все, ребята. Вот мы подошли к концу. Вот такой вот у нас выпуск. Вроде и хэппи-энд, но как-то и вроде и так и не скажешь. С радостью, ребят, почитаю ваши комментарии. А это был последний пока что выпуск. Беременов 16, третьего русского сезона. Но они обещают, что будет еще. И очень много других разных реалити-шоу. Так что, ребятушки, с вами был Андрей Чент. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова